Центр культуры и досуга имени Горького исполнилось 60 лет. В честь юбилейной даты в главном учреждении культуры Азбеста состоялся праздничный концерт. История Центра культуры и досуга имени Горького началась еще в далеком 1956 году. Сегодня это крупнейшее в городе культурное учреждение с богатейшей историей, традициями и достижениями. В честь юбилейной даты Центра культуры и досуга имени Горького прошел праздничный концерт. Его открыл один из старейших коллективов, лауреат всероссийских конкурсов «Гордость нашего города» – духовой оркестр имени Михаила Борисова. Зал дворца был переполнен. На юбилейный концерт пришли горожане, работники культуры, руководители города. Не мог пропустить такой праздник и почетный гражданин Азбеста в настоящем первый заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Власов. Пользуясь случаем, я просто бы хотел выразить руководителю, всему коллективу и всем тем, кто занимается. Для тех, кого Дворец культуры стал не просто учреждением культуры, а, наверное, вторым домом поздравить с юбилеем, пожелать новых творческих успехов. Ну, а коллективам, безусловно, поклонников, которые бы восхищались их творчеством, их искусством. Центр культуры и досуга имени Горького, так сейчас называется бывший ДК, был и остается самым популярным и притягательным в городе учреждением культуры. Здесь работает 54 творческих коллектива, где занимаются более тысячи человек. Ежегодно в стенах Дворца проводятся не менее 400 мероприятий. Лучшие своих номеров ребята сегодня показывают на праздничном концерте. Я хочу поздравить коллектив Центра культуры и досуга имени Горького. И пожелать им вот что. Управленческому персоналу мне бы сегодня хотелось пожелать несомненно правильных управленческих решений, чтобы атмосфера этого великолепного дома всегда оставалась такой же творческий плодотворный. А творцам, основному творческому составу мне бы хотелось пожелать не просто интересных идей, творческих идей, креативных, а самого высокого профессионального воплощения этих идей. За многолетний добросовестный труд коллективу Центра культуры и досуга имени Горького было вручено благодарственное письмо правительства Сыровской области. А руководители творческих коллективов были удостоены почетных грамот и благодарственных писем главы города. Все творческие коллективы Центра культуры ведут большую концертную деятельность, участвуя не только в мероприятиях городского уровня. Азбестовские артисты прославляют родной город на областных, региональных и международных конкурсах. Вы помните слова одного фашиста, который сказал, что при слове культура я хватаюсь за пистолет? Так вот, ваши воспитанники при слове культура хватаются за пулеметы и защищают эту культуру так, как они это делали всегда и везде. И я знаю, что какие бы трудности ни были у нашей страны, какие бы трудности ни были у нашего города, коллектив Дворца культуры, который 60 лет стоял на передовых рубежах защиты интереса нашей страны, нашего города, нашей культуры, он всегда был в наших рядах. И какие бы трудности нам не встречались, мы все вместе, причем причем, отобьемся. Спасибо вам, Матрон. Несколько поколений эсбестовцев прошли через творческие коллективы Центра культуры. Для многих он стал первой ступенькой на пути в большую творческую жизнь. С годами появлялись и прекращали свою деятельность кружки и студии, менялись художественные руководители. Но жизнь Дворца не замирала никогда. И в наше время здесь каждому таланту найдется свое место и дело по душе. Вместе с сестрой мы еще перед первым классом посещали бальные танцы где-то год или полтора, сейчас не помню, именно в этом дворце. Не сложилось, но, к сожалению, ушел больше спорт. Но, тем не менее, помню, как я сюда ходил. Для меня вот это здание, да, еще с тех времен, эти колонны, это вот величие. То есть, ну, всегда прихожу, и это ощущение, как с первого класса еще досталось, оно до сих пор у меня внутри где-то пробуждается при входе в этот уникальный дворец искусства. Сегодня творческий коллектив работников Центра культуры бережно хранит и приумножает все традиции, которые были созданы поколениями работников культуры. Самодеятельные коллективы и их руководители любимы в городе, известные в России и области. Бывает здесь достаточно часто по работе в качестве гостя, смотри, как дворец растет, как дворец развивается. Сегодня это более 50 коллективов, это более тысячи участников, более тысячи людей, которые в нем занимаются. Это и взрослые, это и дети. Довец несет на себе очень важную функцию, патриотическое воспитание молодежи. Без дворца, наверное, наш город нельзя его представить. В ДОЦ проходит все. Новый год, 9 мая, День России. Два и цвета места, куда приходит каждый. И это то место, куда очень хочется вернуться. Отмечая солидный юбилей, Центр культуры и досуга имени Горького продолжает жить активной творческой жизнью, не переставая удивлять и радовать жителей города. В эти праздничные дни коллектив ДК с огромной благодарностью вспоминает всех, кто оставил добрый след в истории дворца. Кто когда-то трудился в этих стенах, занимался в творческих коллективах. Благодарит многочисленных поклонников творчества за любовь и поддержку. И надеется, что этот юбилей будет праздником не только приятных воспоминаний, но и новых замыслов, надежд и мечтаний. Анастасия Самарина, Сергей Шелковкин, Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин